привет ребят меня зовут вика и добро пожаловать на мой канал сегодня будет такое видео мини экскурсия по нашему городскому парку вот смотрите я когда же настоящий экскурсовод одела такую рубашечку с названием нашего города и почему почему экскурсия по парку да вы наверно спросите да что в этом парке такого уникального да что вика ты собираешься целое видео про него снимать но на самом деле в нашем понимании парк это что это просто дорожки где вы можете погулять лавочки где вы можете посидеть ну может быть сделать какой-то пикник здесь немножко все по другому потому что в этом парке вы можете столько активности делать у нас есть и бассейн и всякие площадки баскетбольные волейбольные то есть очень много всего чем можно заниматься то есть и мне кажется в этом роде это даже уникальное интересно поэтому поэтому я решила с вами этим поделиться и надеюсь вам будет интересно поэтому оставайтесь со мной совсем рядом с парком и по дорожке которую я пришла вот здесь у нас находится с таким потрясающим видом beaver pond то есть такая маленькая озерцо почему бивы потому что здесь живут бобры и вот если вы видите они настроили такие вот строения прямо посередине этого маленького озерца вообще дорога парк может быть очень живописная красивая все зависит от того какую дорогу вы выберете я иду сейчас по параллельной дорожке у нас есть такой river trail он находится с одной стороны я сейчас иду по другой стороне и здесь достаточно живописная такой вид открывается на все также здесь есть площадка для собак прямо отдельно где собачки гуляют где можно им разогнаться побегать поиграть вот и если вы можете заметить очень чистый красивый газон здесь люди здесь чем-то занимаются наверное учатся чему-то вот поэтому достаточно много здесь пространство они только для собачек но и как углублены туалет и все достаточно чисто потому что люди по каждый день занимаются здесь проверяются убирают здесь что у нас еще есть сушилка и здесь воду можно набирать фонтанчик сейчас не работает а сюда если пройти здесь будут дышевые а все потому что рядом кемпинг плюс еще у нас здесь бассейн совсем рядышком смотрите как все чисто устроено платишь денежку и пять минут можешь мыться смотрите совсем недавно убрали расчистили площадку для софтбола точнее она уже была на ее постоянно и регулярно чистят и расчищают чтобы на ней было удобно гулять гулять играть достаточно большая площадка софтбол это практически то же самое что и бейсбол с небольшими отличиями там в правилах смотрите здесь есть лавочки для каждой команды с одной стороны лавочка и вон с той стороны тоже есть лавочка и смотровые такие сиденья где можно смотреть игру и таких поля всего два вот там еще такое же поле и смотровая площадка начнем мы вообще с экскурсию по этому кемпингу с моего любимого места здесь это мини-водопад я не знаю если вы слышите шум водопада уже поэтому я вам расскажу вообще откуда этот водопад и почему он так близко находится потому что там очень шумно этот водопад он идет из гор очень высоко то есть здесь совсем рядышком проходит такая trail который называется bear creek туда где-то подниматься ну где-то час наверное ходьбы вверх не самый сложный такой целый я бы сказала поэтому но он самый популярный потому что в конце вы будете вознаграждены безумно красивым видом водопада он оттуда как раз таки берет начало и течет прям вот сюда где campsite поэтому достаточно популярный такое направление для всех туристов которые сюда приезжают но почему-то никто не рекомендует посмотреть именно вот это место которое буквально находится в 15 минутах ходьбы вообще от города даже меньше наверное красиво правда мое любимое место в городе наверное это самое классное место для медитации расслабления и вообще очень классное если вам будет интересно посмотреть на то как выглядит водопад наверху то вы можете подписаться на мой инстаграм и посмотреть там будет очень много классных фотографий с нашего города в этом кемпинге нет электрических кемпингов есть немножко другие кемпсайты на которых можно подключить свои арги это такие большие дома на колесах можно сказать где ты подключаешь и у тебя в нем есть электричество именно в этом кемпсайте здесь этого нет поэтому если вы ищете возможность приехать но плюс еще в том что здесь здесь не так уж и много места для таких больших парковок для таких больших машин поэтому здесь в основном люди приезжают с палатками и ночевать здесь ну вот смотрите когда вы сюда платите деньги например на одну ночь что вы получаете да за кемпинг вот такая гриль на котором можно готовить все вот такой столик тоже который можно сидеть рядом речка учет вообще потрясающе и вот здесь такое большое пространство где можно поставить свою палатку и развести огонь вот все что входит сюда ну и плюс все прелести парка который расположен вот там буквально в двух минутах ходьбы смотрите карта какие растения вы здесь можете найти каких животных можете встретить все прожить этого парка кемпинга сейчас покажу вам еще мое одно любимое место конечно сейчас уже навряд ли будет возможность сюда приходить потому что люди будут приезжают сюда и конечно не платят за это деньги чтобы здесь остановиться но вообще когда здесь никого не было мое любимое место здесь такое пространство где можно посидеть сейчас смотрите смотрите какой столик речка тебе рядышком мы покупаем кофе и приходим сюда просто наслаждаться природой и звуками воды и вообще наслаждаться всем что здесь можно наслаждаться а еще смотрите особенность этого города раньше здесь добивали золото и вот если видите вот этот забор стоит за ним огромное пространство на котором совершенно нельзя ничего строить выращивать а все почему потому что где там добывалось все это золото на все пор считается радиоактивным и поэтому она просто пустует и скорее всего так еще продлится очень очень долго смотрите а вот это большое здание это айсвинг на котором проходят зимой например походят соревнования по хоккею достаточно большое здание такое сейчас видите там все загорожено и закрыто идет какая-то реконструкция но вот там огромный теннис-корт как-то мне неудобно снимать людей но там большой теннис-корт он бесплатный вам просто нужно забронировать место там время точнее ребят смотрите вот бассейн за решеткой потому что он еще закрыт и скорее всего завтрашнего дня так как кемп сайт открывается завтрашнего дня все будет открываться здесь ребят спасибо большое что смотрели это видео я надеюсь оно было очень полезным для вас есть если вы живете например в сша собираетесь куда-то до кемпинг и вы выбираете куда же поехать да я понимаю что наш город находится очень далеко если посмотреть по карте это он от денвера находится я же говорила в других роликах но около там шести-семи часов езды от денвера но вы знаете она того стоит поэтому жду вас здесь приезжайте посмотрите как здесь классно и пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео пока пока